Время этих заболеваний И очень часто оно недооценивается Нам не хватает эпидемиологических исследований Поэтому в свое время мы участвовали Еще продолжаем этот проект Эпидемиологическая часть которого показала Что если говорить про абструктивный синдром Аструктивное состояние То по северо-западу Это среди когорта пациентов от 35 лет до 70 Это 6,8% Но вы можете сказать А почему другие данные есть Допустим, большая распространенность в ГАРДе Или в других каких-то еще исследований Гораздо большая распространенность Так же как БОЛТ И мы тогда вычленили ту когорту пациентов Аналогичную по возрасту Тем странам, которые участвовали В исследовании БОЛТ И вы видите, что тогда Если брать более старшие возрастные группы То у мужчин северо-запада ХОБЛ встречается в 14,3% Эта распространенность с возрастом Она нарастает То есть очень многое зависит от того Как организовано исследование И на каких возрастных когортах Оно проводилось Дело в том, что в нашем исследовании Мы не ограничились эпидемиологической частью А мы прослеживали тех больных У которых была в первом скрининге Выявлена абструкция Я уже не буду долго рассказывать Но это сперометрия Это консультация двух квалифицированных пульмонологов И привлечение зарубежного специалиста Обратите, пожалуйста, внимание Что через год не у всех подтвердилась абструкция И потом еще через один год Опять-таки у тех пациентов У которых абструкция не была выявлена В итоге все-таки оказалось Что у них есть бронхиальная астма У них есть бронхит И другие заболевания Но и опять-таки бронхиальная астма Была выделена в той когорте У которых была выявлена первичная абструкция О чем это говорит? О том, что такие больные Требуют не просто однократной диспансеризации Они требуют диспансерного наблюдения И постоянного контроля И с использованием таких технических средств Как проведение сперометрии То, что касается бронхиальной астмы Большой вклад в наши отечественные ученые В изучение ее распланенности Делали, в частности, этой работы И профессора Емельянова Это известное исследование НИК И, к сожалению, данные о контроле за астмой У нас удручающие Потому что это всего 23% пациентов То есть это опять-таки подчеркивает Актуальность той проблемы Которую мы сегодня с вами обсуждаем Итак, какие же задачи стоят Перед первичным звеном здравоохранения Куда впервые должны прийти Эти пациенты Пациенты с потенциальным заболеванием Бронхиальной астмой и ХОБЛ Надо сказать, что у нас очень много Регламентирующих документов Которые обязывают нас И проводить диспансеризацию Причем ничего не изменилось На втором этапе мы должны проводить спирометрию Если подозреваем развитие бронхоэструктивных заболеваний У нас есть порядок диспансерного наблюдения У нас есть методические рекомендации По диспансерному наблюдению таких пациентов С обновленным приложением к ним Но обратите, пожалуйста, внимание Что в соответствии с этим приложением Из примерно восьми сотен На участке наблюдающих Диспансерном плане пациентов Только пять процентов Почему-то отводятся на заболевания Респираторные Вот это немножечко меня, конечно, удивляет Потому что если операция на различные Пеземиологические исследования Таких пациентов должно быть больше Кроме того, обратите, пожалуйста, внимание Что в соответствии с последним порядком Проведения диспансеризации Врачи обязательно должны обращать внимание На такие факторы риска Как курение табака И отягощенная наследственность Это делается на первом этапе диспансеризации Что потом должно произойти с этим пациентом Соответственно, нужно какие-то клинические проявления Все-таки оценить Понятно, мы знаем уже сегодня Мы сегодня слышали неоднократно В блестящих докладах Что очень по-разному протекают эти заболевания Но все-таки чаще Если говорить о частоте Чаще хобл начинается его дебют В среднем возрасте Это постепенное нарастание симптомов И имеет колоссальное значение Фактор курения Хоть мы выявили хоблу И не у курильщиков Это тоже может быть А то, что касается бронхиальной астмы Все-таки чаще Это дебют заболеваний в молодом возрасте Волнообразность Яркость клинических проявлений Чаще ухудшение ночью или рано утра Семейное анамнезоожирение О чем мы много уже говорили Много факторов риска Которые тоже нужно учитывать Потому что это заболевание часто обостряется у наших пациентов Но на что бы я хотела обратить внимание В описании второго этапа диспансеризации То есть уже специальные исследования Обратите, пожалуйста, внимание Что здесь планируется И консультация врачам-хирургам Урологам, акушерам-гинекологам И различные исследования И просто спирометрии И консультация пульмонолога Здесь не прописана О чем это говорит? Значит, спирометрии Должны владеть врачи первичного звена Для этого не должны быть все условия Если вернуться к такому приказу Как 540 ТРЕЛ Который прописывает порядок оказания Первичной медико-санитарной помощи Там указано, что в отделениях общей практики Должны быть спирометры А значит, врачи должны владеть этой манипуляцией Ну и безусловно, конечно Если мы вернемся к нашему консенсусному документу ГОЛТУ Мы видим, что критерием постановки диагноза Является наличие бронхиальной обструкции До и после проведения бронхолитического теста А вот насколько владеют этой манипуляцией Врачи первичного звена Знают ли они, как нужно проводить Бронхолитический синдром Тест И наличие хотя бы одного Хронического респираторного симптома Лучше их выявлять с использованием Опросников специфических Итак, естественно, врачи должны быть информированы Как нужно подготовиться к спирометрии Пациент должен быть информирован Как он должен вести себя До проведения этой манипуляции И в конце, в итоге Каждый врач, который выполняет спирометрию Во-первых, должен уметь это делать И он должен обладать тем оборудованием Протативным, которое сегодня есть в нашей стране Которое позволит ему Выявить абструктивные нарушения У тех пациентов, у которых спирометрия была выполнена Но, тем не менее, все равно Несмотря на то, что спирометрия Будет использоваться, вот эта Обратимость теста с бронхолитиками Сегодня тоже не считается абсолютным Показателем наличия или абсусства Бронхиальной астмы И дифференциальный диагноз Хоббл и бронхиальной астмы Конечно, в полной мере Не может проводиться на основании Только инструментального метода обследования Опять-таки, очень большое значение Передается большую роль Играть наше обследование пациентов Так же, как и зенофилия крови и макроиды Это тоже очень важно Но мы сегодня знаем, что это может быть И сочетание бронхиального астма И хоббл с зенофилией Поэтому очень важна задача Постановки на диспансерный учет таких пациентов И наблюдениях уже с верифицированным диагнозом В чем, конечно, врачи первичного звена Должны еще помочь и специалисты-пульмонологи Поэтому то, что прописано в этих рекомендациях Обратите, пожалуйста, внимание Опять-таки, врач должен ориентироваться в тяжести В контролируемости бронхиальной астмы Потому что, если она контролируется Это наблюдение два раза в год Если обязательный раз в год консультации Пульмонолога-аллерголога А если это протестирующая бронхиальная астма Средней тяжести То тогда кратность наблюдений увеличивается До одного раза в три месяца И пульмонолог уже должен осматривать Один раз в течение полугода Таких пациентов я цитирую Методические рекомендации По проведению диспансеризации То, что касается хоббл Обратите, пожалуйста, внимание Аналогичная ситуация Это повторное наблюдение Один раз в шесть месяцев Пульмонолог один раз в шесть месяцев А если это тяжелое течение То кратность, естественно, увеличивается До одного раза в три месяца Я только сейчас хотела бы напомнить Вот ту известную интегральную оценку ГОЛД Которая цитируется в консультации всех документов И хотела бы обратить внимание На необходимость Обязательной клинической оценки состояния Пациентов Что нам позволяют сделать опросники МРС-тест, КАТ-тест Насколько часто используют их врачи Первичного звена Я думаю, что все-таки Недостаточно часто понимают значимость Клинической оценки течения заболевания А на этом будет строиться Определение группы заболевания На этом будет строиться Последующая терапия Кроме того, безусловно, конечно Опять-таки, это всем известная табличка С определением тяжести обструкции Но ее нужно выявлять И можно выявлять только Владея методом спирометрии Об этом уже Наталья Николаевна сказала Что, к сожалению Вот как при критологической патологии ЭКГ обязательно Вот так же спирометрия Должна быть обязательным Инструментальному обследованию У больных с бронхообструктивными заболеваниями И, конечно, эта клиническая оценка Сегодня это хорошо всем известно И это все доступно Есть в интернете Можно скачать на свой гаджет Иметь у себя всегда под рукой Так же, как анализ обострения Хобл за предыдущий год Но для этого пациент должен доверять Своему доктору Для этого он должен к нему прийти Не всегда это бывает Мы уже столкнулись с тем Что это крайне неприверженные лечению Пациенты И даже когда мы их приглашали На консультацию У нас был достаточно большой отсев По телефону они говорили Доктор, мне пока хорошо И мне надо работать Когда будет совсем плохо Я к вам приду Вот из той когорта уже абстрактантов У которых мы заподозрили То, что касается наблюдения за больными Бронтиальной астмой Нам тоже у них есть факторы Риска обострения Это и чрезмерное использование бронхолитиков Неадекватная терапия Кортикостероидными препаратами Это беременность Как фактор риска ожирения Как фактор риска И различные психологические и социальные проблемы Которые тоже влияют на состояние этих пациентов И вот, наконец, задача четвертая Контроль лечения Не очень важная задача Потому что не хватит специалистов-пульмонологов Для того, чтобы они контролировали лечение всех тех пациентов Которые наблюдаются у нас на участках И, безусловно, нельзя забывать о немедикаментозной коррекции Это устранение факторов риска Консультирование по отказу от курения У нас есть прекрасный центр здоровья в Санкт-Петербурге Где работают квалифицированные специалисты Которые успешно консультируют пациентов ХОБЛ по отказу от курения Но и пациентов с бронхиальной астмой Тоже надо консультировать, если они курят Конечно, это вакцинация, безусловно И у нас сегодня, в принципе, в городе Очень много делается для того, чтобы обеспечить Вакцинами наше население То, которое включено в национальный календарь прививок И выделить дополнительные деньги Законодательного собрания Санкт-Петербурга Городу для проведения такой вакцинации Опять-таки, говорилось очень много Про терапию ХОБЛ Я не буду совершенно в моей задачи не входит Дублировать в какой-то мере блестящий доклад Сергея Николаевича Авдеева Я просто хочу напомнить о том, что Стартовая терапия всегда длительные бронхолитики Последующая терапия – это комбинированная терапия И тройная терапия, когда у некоторых больных Требуется еще использование и кортикостероидных гормонов И вот, исходя из всех консенсусных документов Которые были утверждены, пересмотрены в 2018 году Для кортикостероидов есть определенная ниша Это тяжелое течение С частыми обострениями Ну и кроме того Там, где будет вот эта терапия показана Она позволит улучшить функции легких Повысить качество жизни Да, мы все знаем про возможные осложнения Но в некоторых ситуациях Все-таки кортикостероидные ингаляционные средства Они совершенно необходимы То, что касается ступенчатой терапии При бронхиальной астме Уже об этом говорил очень подробно Александр Викторович Емельянов Но я бы хотела обратить внимание На тот текст на русском языке Выделенный красным Очень важна техника ингаляции Очень важна приверженность пациента Нашим рекомендациям То есть он должен следовать тем целям Которые совместно с доктором они перед собой поставили И очень важно, конечно, учитывать еще предпочтения И пациента, каким препаратом он хотел бы лечиться Но если кратко суммировать то нового Что появилось при бронхиальной астме Обоснованы причины назначения кортикостероидных гормонов Совместно с препаратами, с бронходилетаторами Установлено опять-таки Что относительно Вот безопасны такие комбинации И проведено было очень большое исследование В рамках того проекта Которое курировало FDA в Соединенных Штатах Америки Ну и, конечно, лечение тяжелой астмы Это уже удел специалистов Сейчас появляется все больше и больше Новых препаратов Всесерии моноклональных антисел Но на что хотела бы обратить внимание На вот такие особенности Особенности введения в больных беременных Семейные доктора и таких пациентов тоже ведут И на наличие так называемой Переменструальной кономениальной астмы Которая является новым разделом рекомендаций Как оказалось, перед менструациями Бронхиальная астма может обостряться И примерно у 20% женщин Мы должны об этом помнить И даже нередко рекомендуется Кратковременное назначение У таких пациентов оральных контрацептивов Кроме того, пересмотрены были рекомендации Относительно использования КС у беременных Обратите, пожалуйста, внимание Что эти препараты снижают резкое обострение Бронхиальной астмы у беренных И их резкое прекращение В силу каких-то причин Может быть, пожелания самой беременной Об этом тоже нужно с ними говорить Приводит к резкому обострению заболевания Итак, ключевые положения Которые бы мне хотелось сегодня подчеркнуть Это необходимость устанавливания Партнерских отношений врач и пациент Это необходимость обучения врачей Первичного звена коммуникативным навыкам Потому что если мы не будем уметь Общаться с нашими пациентами Если не будем убедительными Если не будем владеть принципами Андрогогики обучения взрослых Нам очень трудно будет убедить наших пациентов Быть приверженными той терапии Которой мы назначили Что еще хотелось бы сказать От чего же иногда все-таки Предположить, наверное, вернее От чего все-таки нарушен, может быть, контроль Бронхиальной астмы Безусловно, это идет от плохой осведомленности Пациента о своем заболевании О том, чем оно может грозить Низкий уровень ожидания от лечения И низкая приверженность рекомендаций То, что уже практически каждый докладчик Здесь повторял Это неправильная техника ингаляции Да, наши пациенты с заболеваниями Респираторной сферы Они требуют применения определенного оборудования Обратите, пожалуйста, внимание Насколько отличаются по своей приверженности Вольные бронхиальные астмы и хобл У них самый низкий уровень приверженности В сравнении со всеми остальными Неинфекционными хроническими заболеваниями К чему это приводит? А это приводит к тому Неудовлетворительный контроль над заболеваниями Что утяжеляется симптом И снижается качество жизни У этих пациентов в первую очередь Поэтому, безусловно, конечно Очень важно выбрать правильный ингалятор Тот ингалятор, который будет удобен для пациента Тот ингалятор, который будет впрост В использовании И тот ингалятор, на который мы можем Условно говоря, положиться В том, что он отмерит необходимую дозу И эта доза достигнет Дыхательных путей нашего пациента Но что это может быть за приспособление? Он должен быть удобным, легким Он должен четко дозировать препарат Он должен не зависеть от условий окружающей среды Плюсовая температура или низкая температура Разная степень влажности И он должен быть очень простым в исполнении Потому что какой-то сложный ингалятор Он вряд ли будет доступен для нашего пациента Для его использования Просто от него откажется С точки зрения врачей Очень важно, чтобы было легко обучить Использование такого ингалятора Своих пациентов Чтобы он опять-таки отмерил стабильную дозу Чтобы он позволял выбрать определенные препараты Которые будут показаны пациентам Ну а пациенты, конечно, в первую очередь думают О легком использовании О размере ингалятора Который можно положить в карман О том, как он выглядит Может быть, это больше важно даже для наших пациенток Насколько он удобен, насколько гигиеничен Вот такие определенные даже эстетические требования Ну и в этом плане сейчас на рынок Относительно недавно вышел такой ингалятор Это ингалятор Spiromax Который содержит дозу двух хорошо зарекомендовавших себя препаратов Которые уже цитировались с этой три года неоднократно Это Будосонид, это Формотерол Это бронхолитик длительного 12-часового действия Этот ингалятор может применяться, как мы с вами уже говорили Как для базисной терапии бронхиальной астмы Для поддерживания и купирования симптомов бронхиальной астмы А также в тех определенных случаях Где показаны ингаляционные кортикостероидные препараты И для больных хронической обструктивной болезни легких Надо сказать, что на многие эти вопросы были получены положительные ответы Это действительно достаточно простой ингалятор Который содержит известные препараты Которые хорошо себя зарекомендовали Он может использоваться у больных бронхиальной астмой и хобл Он действительно прост в употреблении Можно просчитать использованные дозы И пациенты могут понимать То, что они все-таки сделали вдох И получили порцию этого препарата Вот эта комбинация хорошо известна Она основана на том Что бронхолитик улучшает функцию легких За счет снижения тонуса гладкой мускулатуры Бронховоздействия на ботерденный рецептор Это селективный препарат И, естественно, тот компонент воспалительный, на что действует кортикостероидный ингаляционный препарат Тоже может способствовать сокращению числа тяжелых обострений И здесь на слайде Как раз это взаимное усиление эффектов Оно и тражено Как бы каждый препарат воздействует на свою зону И мы получаем суммарно более выраженный эффект То есть повышается чувствительность бета-2 агонистов рецепторов Которые заложены в гладкой мускулатуре бронхов И за счет этого мы получаем тот эффект, который нам хорошо известен Итак, спирмакс предлагает преимущество Здесь написано март-терапии Можно было бы назвать и смарт-терапией, используя букву С А так смарт-терапия пошла от использования другого препарата Но во всяком случае, это действительно один препарат, который позволяет поддерживать необходимые дозы Который позволяет контролировать астму Который обладает возможностью предоставлять меньший риск от использования этих двух средств Надо сказать, что исследованию этого ингалятора Прежде чем он был выпущен в широкую клиническую практику Предшествовало очень много самых разнообразных исследований Выполненных в разных странах Которые были посвящены и оценке влияния непосредственно Подачи этих препаратов через ингалятор спирмакс На состояние пациентов Отношение пациентов к этому ингалятору А также включал и оценку врачей к использованию этого препарата Но первое, что нужно сказать, что ингалятор до рез спирмакс Он аналогичен устройству, хорошо известному симбикор Отсюда пошла смарт-терапия Поддерживающая и контролирующая терапия Но единственное отличие заключается в том, что здесь есть особенности ингалятора И авторы старались его совершенствовать так, чтобы ответить всем потребностям Как врачи, так и пациентов, которые его используют У участников исследования, которые были вовлечены в данный проект Наблюдалось значительное улучшение показателей потока на вдохе Это ключевой показатель Была показана достаточно высокая эффективность и безопасность использования этого препарата И, конечно, были получены результаты по улучшению функции легких Что является необходимым, безусловно, при исследовании подобных устройств То есть он обеспечивает однородность доз Он обеспечивает достаточно четко отмеренную дозу Несмотря на температурные воздействия Несмотря на то, что его могут уронить Что бывает тоже у наших пациентов Несмотря на то, в каком положении пациент находится Лежа, сидя, в любом положении Этот ингалятор работает абсолютно безотказно Если мы исследуем мнение пациентов А мы с вами говорили, что в их приверженности имеет очень большое значение То, насколько они сами полюбят то средство, которым им приходится работать Работать во имя своего здоровья, конечно То в исследовании АСЭД было показано, что многие пациенты Они поменяли свое предпочтение И при сравнивании с турбохайлером Они в итоге выбрали спиромакс Кроме того, исследование проводилось не только в таких рафинированных условиях Когда проводится любое РКИ Но в Германии было проведено исследование в реальной практике Здесь совершенно честно указано, что 28% не указали То, каким ингалятором они хотели бы пользоваться Но все-таки большинство из них предпочли этот новый ингалятор Потому что он был достаточно прост Вероятном употреблении, и он им пришелся по вкусу Если мы говорим про улучшение контроля над бронхиальной астмой Это не очень длительный период наблюдения Поэтому мы не можем говорить о каких-то исходах Но все-таки это 12 недель Вы видите, что в когорту контролируемая бронхиальная астма Перекочевало большинство пациентов Которые были под наблюдением у этих докторов Которые принимали участие в данном исследовании Итак, как можно посмотреть на этот ингалятор Суммарно, если не суммируем мнение пациентов И сотрудников, которые участвовали во многих исследованиях Что очень важно 38% пациентов в целом Они могли сразу использовать этот ингалятор без какого-то тренинга И 93% после того, как с ними провели инструкцию То, что касается врачей 62% могли использовать сразу Все для них было просто Но и 86% после некоторой дополнительной инструкции Поэтому спиромакс сегодня позиционируется как ингалятор Который может использовать для применения комбинации Фиксированы комбинации лекарственных средств Причем эти частицы лекарственных средств Они фиксированы на лактозе Когда проводят вдох, инспирацию пациент То лактоза остается на корне языка Ощущается как нечто сладкий привкус И пациент уже уверен в том, что он действительно вдох сделал И препарат попал к нему в организм Он синхронизируется, собственно, активным вдохом Это не нужно каких-то дополнительных усилий прикладывать Что еще очень важно Здесь еще существует вот такой знак того, что ингалятор сработал Это звук щелчка при открытии крышки Это попадание лактозы, о чем мы с вами уже узнали В ротовую полость, сладкий привкус Ну и кроме того, тот счетчик доз По которому можно узнать, сколько доз получил пациент Он очень прост в употреблении Здесь не нужно ничего откручивать, ничего прикручивая Просто отодвинуть крышку Открыть вот этот патрубок Взять этот ингалятор в рот Обхватить его губами и сделать просто вдох И при этом этот препарат попадет в дыхательный пути пациента И заканчивая эту небольшую презентацию Я бы хотела обратить внимание на тот слоган, который появился в 2018 году При многих хронических заболеваниях международное сообщество объявляет такие вот дни В мае прошел день бронхиальной астмы В ноябре, 21 ноября, предстоит Всемирный день Хобла Обратите, пожалуйста, внимание, что никогда слишком рано, никогда слишком поздно То есть на любом этапе оказания помощи Мы должны обратить внимание на этих пациентах И мы можем встретить их в первичном звене не только во время диспансеризации При том, что пациент может жаловаться, совершенно предъявлять нетипичные жалобы Это может быть пациент как бы с хронической сердечной недостаточностью Который жалуется на одышку Но мы должны очень тщательно собирать у него анамнез То есть это может быть комбинация сердечно-сосудистого заболевания и Хобл Для своевременной диагностики бронхиальной астмы и Хобл нам обязательно нужны инструменты И спирометрия, на наш взгляд, все еще недостаточно внедрена в реальную практику Практическую работу первичного звена здравоохранения Безусловно, наука будет идти вперед И помимо тех таргетных препаратов, сложных препаратов, которые будут рекомендовать нам пульмонологи Конечно, очень важно использовать те средства, которые предпочтут наши пациенты И, может быть, спиромакс вкладывает свой определенный важный вклад в решение и этой проблемы И, безусловно, конечно, врач общей практики, участковый терапевт не может работать без ФСОКОП Влесе Сиреновского специалиста Но я бы себе позволила сказать, что и пульмонолог не может работать без врача общей практики Потому что если все пациенты с симптомами и с фактором курения направятся к нему на прием То тогда нам не хватит количества пульмонологов, которые есть сегодня и в поликлинике, и в стационаре И поэтому мне представляется очень важное творческое взаимодействие, которое будет направлено на достижение цели лечения этой очень непростой категории пациентов Благодарю вас Благодарю вас